И я понимаю, что, наверное, действительно нужно вот нечто подобное рассказать, потому что, ну а как люди будут жить, официальную группу ВКонтакте, может быть, в их, я не знаю, паблик не клеится с общей картиной-то, потому что, как вообще люди вот всё это допускают, как вообще они всё это делают-то, и что можно тут вызвать, я просто, я вот это вот не понимаю. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Люди, которые плюс-минус недавно следят за моим каналом, могут знать, что у меня выходили ролики по Бриллиант РП, и люди, пришедшие именно с этих видеороликов, требуют их ещё и ещё. При том, что на Бриллиант РП КРМП, ну, в самом деле ничего не происходит, то есть ты заходишь там в какие-то новостные издания, там какая-то, ну, полнейшая тишина, кроме того, что там, ну, допустим, обновили они скины, или там добавили какой-то там интерьер или экстерьер, зачем вообще потенциальным игрокам вся эта информация, лично для меня, ну, это не особо понятно, но ладно, если они так хотят, пусть они всё это делают. И вот люди, пришедшие как раз-таки с этого проекта, подписавшиеся на мой канал с новостных роликов по этому проекту, они требуют ещё и ещё. Говорят, мол, ну чё ты, ну давай, ну в самом-то деле что там, когда Бриллиант РП уже в КРМП на андроид откроется, ну давай, ну расскажи нам, ну что ты, я не знаю, даже вот это вот новости, там новое видео выходит каждый день в 20.00, а чё-то у тебя тут сейчас ничего не выходит, там каждый день в 20.00, там каждый день в 6 часов утра, может быть, выходит там. Или вот наподобие того что-то, но вот этот вот 20.00, ну это вообще не то, поэтому давай там про Бриллиант Рулеплэйта расскажи в самом деле, чё у них там, как у них там. И я понимаю, что, наверное, ну действительно нужно вот нечто подобное рассказать, потому что, ну а как люди будут жить без моего какого-то мнения по данному проекту? Это, конечно же, не совсем новости, это скорее вот знаете, как я бы это назвал, это вот читаю новости и потом озвучиваю своё мнение. Вот как было у Брулёва, только прям вот он это называл новостями, ни в чём не разбиравшись, просто ничего не понимавши и всё. То есть его удел это максимум, я опять же говорю снимать ролики, там купил аккаунт за 3 рубля, вот это вот у него хорошо получается. Ну хотя это у любого дебила хорошо получается, поэтому тут как бы особой заслуги Брулёва нету, ему просто больше остальных повезло. Ну да ладно, мы сейчас не будем тут вот заниматься всеми этими вещами, тем более, что Брулёв уже давно мёртв, можете посмотреть мой сам по обзору сезона 2 на него. Там я обо всём этом рассказываю, о том, что Брулёв, мол, ну он не такой вот, ну какой вот есть на самом деле, из-за ним много всякого вот этого вот говна есть. Поэтому, ну давайте мы как-то вот без всего этого обойдёмся, вы сами всё это прекрасно должны понимать. И, в общем-то, ну как-то не быть вот этими вот пешками в глазах вот этих вот всех GTA-самп ютуберов. Ну ладно, вот просто я такой думаю, ну может действительно нужно что-то рассказать, может быть у них там что-то есть. И вот с моей точки зрения я захожу в их вот эту вот официальную группу ВКонтакте, может быть в их, я не знаю, паблик, посвящённый всему этому вот проекту, там всем прочим вот этим вот вещам. Захожу, просто листаю стену и просто я не понимаю, что они, блядь, делают, на каком этапе у них находится их проект. Но это вообще непонятно, то есть с моей личной точки зрения, когда чуваки выкладывают скины или там отрисовывают их с нуля или там нечто подобное вообще делают, то, ну логично, что проект, наверное, завершён там на все 98, может быть 99% и ожидают только того, чтобы вот всё это уже выпустили, чтобы вот всё это уже было. И, в общем-то, чтобы, ну всё было как-то, ну в порядке вещей, ну или вот так вот, ну что-то вот такое, да. А тут, ну как-то, как-то это вообще не получается, как-то это всё, знаете ли, не клеится с общей картиной-то, потому что совсем недавно они хотели там анонсировать чё-то, какой-то мега-анонс, по итогу там вышел вот этот вот скриншот с Москва-Сити, то ли там ещё чё-то вышло. В общем-то, это вообще полная запара, в которой, ну непонятно вообще, что происходит. И когда меня просят высказать какое-то мнение по поводу Diamond RP, да что тут высказывать? Я не понимаю, Diamond RP, Brilliant RP, что можно тут высказать? Я просто, я вот это вот не понимаю. Почему меня просят? Возможно, меня просят, знаете, подождать, пока там выйдет какая-то новая новость о Brilliant RP, и, в общем-то, тогда обо всём этом рассказать. Когда у них уже будет открытие, я просто не знаю, наверное, открытие они планируют тогда, когда о них уже все забудут, когда никто не будет знать вообще, что они там такое из себя представляют, что они вообще делают, что они хотят сделать. И вот тогда уже, вот тогда там можно будет открыться на вот всех этих платформах, там на компьютере, на телефоне, может быть, там, я не знаю, в GTA-сампе, блядь. Я просто, я не знаю, как вообще люди вот всё это допускают, как вообще они всё это делают-то, я не понимаю. Вот просто лично мне всё это непонятно. И я даже не знаю, что тут больше можно сказать про весь этот проект. Вот скины, которые они делают, ну, я не знаю, какие-то, блядь, вот эти вот HD-скины, кому они вообще нужны, блядь. У чуваков телефоны еле-еле всё это тянут, где-то, блядь, HD-скины, там, интерьеры, экстерьеры, блядь, там, маппинг какой-то. Ну что это такое, кому это вообще надо Кто всем этим будет пользоваться Блять, ну уж хоть что-то там есть Вот такое, чем можно было бы на постоянке Пользоваться, что вот ты мог зайти Вот все это, я не понимаю Может быть я что-то не понимаю, возможно Но я не знаю, я в самом деле Уже не знаю, что тут можно думать Однако, ладно, я снимал данные Геймплеи на проекте Arizona Рулиплейфеникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании Там же находится мой промокод NoToxic54, там же в описании находится ссылочка На мой телеграм-канал И вот туда вы можете зайти И там вы можете все вот это вот сделать Всем спасибо, увидимся тут же Завтра в 20.00 Либо в 6 часов утра, либо в 4 часа утра Либо в 4 часа дня Я не знаю, как все это пойдет Поэтому меня тут лучше даже не спрашивайте По поводу всего этого В общем-то, ну да, ну как-то так все это получается Вот, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok